76 лет прошло с того памятного дня, когда Красный Стяг взвился над поверженным Рейхстаргом, символизируя победу в Великой Отечественной войне. Славянцы, как и вся страна, хорошо помнят, какой подвиг совершил советский народ. В самое трудное время, в решающих сражениях, наш народ выстоял в героическом пути к победе над немецко-фашистскими захватчиками. И это незабываемо. В войсковой части 25356 в день победы глава Славянского района Роман Синеговский и председатель совета района Григорий Литовко вместе с военнослужащими возложили цветы к памятнику погибшим в локальных конфликтах. Роман Синеговский поздравил солдат и офицеров с Днем Победы. В каждой семье у нас есть свой солдат, свой ветеран. Поэтому я хочу сказать большое спасибо всем нашим ветеранам за то мирное небо над головой, благодаря которому мы сегодня с вами можем жить, трудиться, расти детей. И дай Бог, чтобы не было войны. Всем мира, добра, благополучия, крепкого здоровья и всего самого-самого доброго. Много добрых, идущих от сердца слов, прозвучало в этот день в адрес тех, кто исполняет свой воинский долг. Затем состоялся парад в честь праздника. Затем состоялся парад в честь праздника. Для военнослужащих День Великой Победы – это самый дорогой и значимый праздник. Я считаю, что День Победы – это святой праздник для всех нас. У каждого в семье есть погибшие воины, кто участвовал в Великой Отечественной войне. У меня у самого есть прадеды, герои Советского Союза, и меня самого назвали Юрием. В честь моего деда, который в 16 лет пошел на фронт, сам добровольцем, был водителем. И я считаю, что мы не должны о нем забывать, хоть и прошло 76 лет с момента Победы. День Победы – по-настоящему народный праздник. Из-за сохраняющихся коронавирусных ограничений больших мероприятий не проводилось. Однако славянцам было на что посмотреть. В парке имени Григория Пономаренко была развернута стена памяти, где все желающие смогли увидеть портреты героев от гремевших сражений Великой Отечественной. Каждое 9 мая для нас такой священный, самый, наверное, важный праздник для каждого жителя, для всех нас, потомков, вот этих людей, которые не жалели своей жизни, они все это пережили, вынесли, чтобы мы сейчас радовались мирному небу. Мы должны донести до наших потомков, до наших детей все то, что они перенесли и сделали для нас. Библиотекари представили для славянцев подборку книг на военную тематику и провели викторину, а музейные работники подготовили экспозицию из предметов той далекой эпохи. Ежегодный фестиваль песни военных лет «Этот День Победы» собрал в амфитеатре молодежного парка одаренных молодых исполнителей, для которых эта тематика близка и дорога. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В репертуаре вокального коллектива «Девчата» из Славянского сельхозтехникума военные песни занимают свое почетное место. Мы очень любим петь песни в нашем репертуаре, в ансамбле «Девчата», но больше внимания мы любим уделять песням фронтовых лет. Сегодня мы исполнили песню «Тальяночка». Она очень мелодичная, красивая, и мы считаем, что мы спели то, что нужно, то, что хотели люди. Прекрасный амфитеатр в этот день пользовался большой популярностью. Певцов сменили юные славянские поэты-чтецы, которые стали участниками поэтического конкурса «Свободный микрофон». Земля дрожит, и ветер воет. Густой туман в пыли и степной. Пройдут дожди, но боль не смоет. Оставит след кровавый бой. В эмоциональных поэтических строках авторы постарались выразить свои мысли и чувства о легендарных героях и битвах. Поэты, которые прошли войну, они донесли сейчас до наших дней ту боль, ту скорбь, которая была прочувствована ими в годы Великой Отечественной войны. И очень хорошо, что в наше время проводятся такие мероприятия. Стихи знаменитых поэтов в исполнении чецов также никого не смогли оставить равнодушными. В парке «Сорокалетие пообеды» проходила компания «Георгиевская лента», а также интересная акция «Мы сильны, как наши деды». Молодые ребята, от совсем юных до студентов, отжимались от пола с тем, чтобы общее число всех отжиманий было равно числу дней Великой Отечественной войны. Я принял участие с радостью в акции «Мы сильны, как наши деды». И мне очень сильно нравится то, что у нас есть в это время такой хороший, замечательный праздник. Да, крепким славянским парням есть чем удивить. Один из красивейших способов выразить свои чувства – это танец. Акция «Вальс Победы», приуроченная к всенародному празднику, прошла на театральной площади. Все, кто хотел, могли закружиться в танцы под звуки замечательной музыки. Огромной популярностью у детворы и их родителей пользовался военный джип, где каждый ребенок смог посидеть за рулем и сфотографироваться. Традиционная акция «Окна Победы», в ходе которой в окнах торговых, культурных и социальных объектов были выставлены фотографии и плакаты, посвященные военно-патриотической победной тематике, также привлекла внимание славянцев и гостей города. Многие мероприятия, бессмертные полки, праздничные концерты прошли в онлайн-формате. Учреждения образования и культуры приняли в них самое активное участие. Несмотря на ограничения, праздник Победы получился действительно всенародным. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».